всем привет сегодняшнее видео будет посвящено реставрации клеток для канареек для этого вам понадобятся различные инструменты там молотки гвозди краска вот я допустим использую краску это радиаторная краска батареи красть она без запаха без ничего решил белую краску сделать в смотрите друзья вот эта клетка я в моих ранее снятых видео там год назад два года назад таких клетках держал держал канареек достаточно довольно успешно все было ну я решил ее немножко реставрировать сейчас дело такое я решил уменьшить сперва канареек сейчас снова возвращаюсь к этому делу потому что никак значит так вот эта клетка обратите внимание конструкция клетки это самодельное делал мой отец свое время здесь значит как сделано вот бортик небольшой но если кому-то надо будет точные данные ребят пишите в комментариях я всем по возможности отвечу сейчас просто вот такой обзорчик хочу показать какая она была какой она станет и потом мы с вами поговорим обсудим там ваши предложения претензии жалобы как говорится значит так клетка обратите внимание вот тут эта клетка была сделана 2008 года сейчас у нас не за горами 2021 19 лет клетки ну она еще в принципе поработает и послужит вот боковая сторона с одной стороны клетка самодельная вот тут установлен как бы угол укромный для канареек угол там в углу в этом сделан крючок вот видно то есть на этот крючок вон там крючок на этот крючок мы повесим мы повесим наискось резаное ведро под майонеза вот допустим такого плана ведро будет его вот так отрезаешь вот так наискосок немножко но тут чтоб немножко было и вешаешь туда на крючок это гнездо тут петельку делаешь дно тоже вырезаешь и туда вставляется гнездо то есть но у меня так удобно и потом когда птенцы появляются мы просто берем за гнездо и вытаскиваем все очень удобно так в общем понятно да и я еще хочу сказать то что вот эти старые клетки на мой взгляд и лучше чем сейчас вот у меня на ранее снятых видео я привозил покупал две клеточки такие из прутиков деревяшки то есть они не подходят для развода мне кажется в этом по канарейке боятся в общем с этой стороны просто сетка одна сторона немножко сделан углом но я думаю понятно на видео то есть там будет находиться гнездо это как своего рода укромное место для канарейки так желательно так положено и так будет лучше то есть будете сами делать не забудьте за этот момент чтобы был угол можете полностью стенку за затемнить также из фанеры так сейчас продолжаем дальше и так значит вот клетка сетку я отмыл все чисто но она как бы ржавая но чистая так смотрите это я ее немножко разобрал вот у нас поддон который старый был я от него отбиваю эту речку я ее решил оставить просто немножко вид и красивый придам это здесь прибивалась рейка для ну чтобы эту фанеру не вело от воды допустим может повезти этот поддон немножко заранее подготовился этот поддон я меняю полностью потому что он уже видите тут все грязно ничего не чистится уже 19 лет клетки извините сколько можно так дно клетки я оставляю в принципе стены все хорошие вот эти речки они все хорошие все тут внутри все отмыл по возможности как мог в общем вот такая она у меня сейчас просто вымытая просто чисто вверх решил не трогать потому что сверху будет ну просто отмыл это вот видите в дерево она как бы въелась что или впитала то есть она гладкая абсолютно тут ничего не отходит но цвет как бы не не презентабельный можно сказать цвет ладно это пускай мы на него потом сверху будем ставить остальные клетки итак я думаю покрашу внутри покрашу вот это все белым чисто кипельно сделаю эту сторону доски не буду трогать и эту сторону доски трогать не буду пусть будет естественный цвет и покрашу лицевые стороны то есть она будет не зеленая будет белая ну и здесь соответственно покрашу белый цвет все друзья как я ее доделаю досниму видео все это потом склею смонтирую и представлю вам на обозрение посмотрим мне интересно ваше мнение что кто считает как такие клетки подходят для развода но на мой взгляд это очень удобные клетки то есть и по себестоимости клетка в принципе дешевая но тут надо раз два три и на поддон четыре куска фанеры примерно 55 а так примерно 35 я помню сейчас даже наизусть 55-35 высота примерно 40 вот и вам клетка вот этой сетки она стоит метр но в моем городе армавире это метр стоит примерно 120 рублей можно пойти купить новую и это все сделать ну как бы сейчас эту восстановим от реставрируем а новую мы всегда успеем купить придется все равно еще новую потому что клеток мало ну в общем продолжение у нас будет сейчас в общем мы сейчас будем все это дело реставрировать клеить красить потом вам продемонстрируем что получилось а Продолжение следует... Перед нами клетка после реставрации. Клетка для канареек, для разведения пары. Обратите внимание, клетка была создана в 2008 год. Сейчас 2020. Немножко описался, хотел 2000 написать. Ну, в общем, друзья, вот такая получилась клетка после реставрации. Клеточка уже высохла. Использовалась краска без запаха. Но решил ее еще на улице подержать несколько дней, чтобы все выветрилось. Это вот уголочек, чтобы был укромный. Для канарейки там будет гнездышко находиться. Вот там, видите, будут уголочки, гнездышко. Ну, вот такая получилась клетка. Думаю, все клетки таким образом реставрировать. Может быть, разным цветом буду делать, чтобы не было все одна. В общем, чтобы были немножко разноцветные, так будет интереснее, думаю. Все, друзья. Реставрируйте старые клетки. Это довольно-таки неплохо, несложно. Продолжение следует. До скорой встречи на моем канале. Всем удачи! До скорой встречи на канале.